Школьные вопросы, вопросы школьной программы Погнали, погнали, погнали Ща я вам нахуй разъебу вообще жестко Ебло Канал Сломай Мозг Поехали, бля Развлекательный формат Добрый день, друзья Сегодня я предлагаю вам вспомнить школьную программу Поехали И попытаться ответить на 15 не самых сложных вопросов Ну раз не самый, давай Начнем Как называется шестигранник, у которого все грани параллелограммы? Короче, в пизду, ребят, чё-то какая-то хуйня Чего, блядь, какие несложные Как называется шестигранник, у которого все грани параллелограммы, блядь Параллелограммы, что такое параллелограммы? Да я ебу А, во-во-во Параллелепипед, ребят Параллелепипед, я знаю Параллелепипед Параллелепипед Если варианты ответа будут, тогда отгадаю Если вы не прогуливали уроки математики Я не прогуливал То с легкостью дадите правильный ответ Конечно, конечно, параллелепипед По какому закону одно заряженное тело притягивается к другому? Омма Нет? А Эйнштейн вряд ли Давайте от обратного Я чат постараюсь не смотреть, короче, реально Эйнштейн вряд ли, потому что там теория относительности Пифагор вряд ли, потому что Ну это вообще другое, блядь Архимед, это у нас тоже геометрия Кулоны, короче, первые Я говорю, я вот так вот ЕГЭ сдавал Я серьезно говорю Именно закон Кулона Описывает силу взаимодействия заряженных тел В зависимости от расстояния между ними Вы что, вы лучше, ребят, вы лучше на контрл-в Хвальбы какие-нибудь серьезные Ну давайте, чтобы меня хвалить Какое из этих произведений Принадлежит Перу Ивана Сергеевича Тургенева? Оцедите Третий вариант, ребят Я говорю, я не из простых людей, так скажем А на дне это вам произведение, ребят Конечно же, Роман «Отцы и дети» Он входит в школьную программу И изучается в 10-м классе Меня тоже отец входил В каком слове пишется две буквы «Н»? Блядь, раненый боец Кожаная, ну, нет, не кожаная Юный, тыквенная каша, четвертая Тыквенная каша, ребят Правильный ответ Тыквенная каша Чему равен х в данном уравнении? Чего, блядь? 10х-6х равно 2 Минус 2 Да, ведь? 8, да, минус 2 Нет, подожди Получается 8-4 будет 4, блядь 0,5? 0,5? Минус 0,5, да? Ну, я просто не считаю Я так из головы, короче 0,5, третий вариант Блядь! Надеюсь, что с этим простым уравнением Справились все Да Идем дальше Сколько пар хромосом в геноме здорового человека? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вариант. Человеческий геном состоит из 23 пар хромосом. 22 пары аутосомных хромосом, а также пара половых хромосом. Давай к следующим. Да мы знаем, блядь. Какой по счету планеты от Солнца я... Блядь, вот все, что угодно знаю, ребят. Я все в этом мире знаю, кроме вот все, что касается космоса. Я даже фильмы про космос, не смотрю, меня бесит, пиздец, просто я не знаю, почему. У меня же вообще, у меня фобия космоса. Я боюсь, я забыл, как называется эта фобия. Короче, у меня боязнь открытых пространств. То есть не просто, знаете, то есть я могу на гору встать, да, и увидеть большое пространство вокруг себя. Меня это не испугает. Но когда я через Google Earth смотрю на космос, мне страшно, мне жутко становится. Или когда я вижу какие-то объекты, которые невообразимо огромнейшие, мне становится не по себе. Реально. Есть такая хуйня. Какой по счету Сатурн? Да я ебу, давай, давай четвертый, похуй. Нет, шестой. Нет. Ну давай. Ну давай четвертый. Первый вариант, ребят. Уверен, что на этот простой вопрос многие не смогли ответить правильно. Как ни странно, но строение нашей солнечной системы для многих... Всем насрать на него, понимаешь? У нас здесь на Земле проблем еще больше. Нам еще надо нахуй знать, что там. Да ну его нахуй, бля. Как называются одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова? А, Антонь? Подожди. Одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению. Блядь, это... Вот это четвертый вариант, да? Да ведь? Или Антонимы? Бля, ебать. Ну, пускай будет... А, Амонимы, да? Амонимы. Правильный ответ. Амонимы. Амонимы. Все, все, принял. Каким символом в таблице Менделеева обозначается натрий? Н, А. Вот по химии, ребят, что, что, бля, химия, это мое второе имя. Данила Химия. Н, А. Правильное обозначение натрия в таблице Менделеева находится под номером 3. Как же я хорош, бля. Я, кстати, раньше таблицу Менделеева, клянусь, наизусть знал. Вот почти. Я прям по порядковым номерам все знал, я ее прям вызубривал. Нихуй знает. А, я же поступать хотел. Ну, короче, я хотел в госнарк контроль поступать в спецслужбы. Реально мне... Я реально хотел, короче, поступать в госнарк контроль на выездную лабораторию, ребят. Спецслужбы должен был служить. Ну, у меня такой характер и спецслужб, понимаете. Вот. И меня отговорили все, короче, вся родня. А я готовился, реально. Ну, сейчас ФСКН это называется, а я должен был в госнарк контроль учиться. Относится к однодольным растениям. А-а-а! Я? Что из этого относится к однодольным растениям? Фасоль, дуб, арбуз, пшеница. Я ебу. А, ну, может быть, пшеница, допустим? Или дуб? Ну, пускай пшеница, я хуй знает. Из представленного списка только пшеница относится к классу однодольных растений. Да-да-да-да-да-да-да-да. По какой формуле можно найти площадь круга? Это, короче, что-то с периметром площадь, что-то там периметр, блядь. Площадь круга, радиус, получается, у нас есть, периметр. Площадь равно... Ну, пускай вот этот, скорее всего. Вот это, вот это первый, видите, вариант? Вот этот будет. По-моему, первый вариант. Эту простую математическую формулу изучают в шестом классе. Ее должен знать каждый. А вот что такое число пи, знают не все. Не заглядывая в поисковик, напиши в комментариях свой вариант. Заткнись, блядь, ты че там говоришь, блядь? Посмотрим, сколько среди зрителей прогульщиков математики. Какой город является столицей Португалии? Я не подгляду, клянусь, блядь, чуваки, клянусь, не подглядываю, клянусь. Лиссабон. Блядь, отвечай, Лиссабон. Я серьезно, клянусь, не подглядываю. Блядь, да я не знаю, как вам показать, но у меня вот на третьем мониторе, вот видите, просто стрим. Ну, видите этот, как его, блядь, панель управления стримом, короче. Я ничего не подглядываю. Лиссабон. Лиссабон является столицей, крупнейшим городом и главным портом Португалии. Да я знаю, блядь. Из атомов какого элемента состоят алмаз и графит? Скорее всего углерод. Ребят, третий вариант, третий. Блядь, пиздец, да я умен не по годам, блядь, пиздец. Углерод, углерод. Такие разные по стоимости физическим и химическим свойствам минералы состоят из атомов одного и того же элемента, углерода. Как и мы все, блядь. Какой линией подчеркивается определение? Определение? Такая со штрих-код, ну типа черточка, точка, черточка, точка, да ведь? Штрихпунктный, вот типа такого. Штрихпунктный. Штрихпунктирный, блядь, пиздец, я читать не умею. Первый вариант. Определение подчеркивается волнистой линией. Не помню, ребят, не помню. В чем измеряется частота переменного тока? О, я это помнил, короче. Переменный ток. Нет, джоули, джоули это сила. В амперах, скорее всего, амперы. Или вольт. Амперы либо вольт, короче. Ну ладно, пускай первый вариант будет. Да блядь! Конечно же в герцах. Давайте... Ну физика мне всегда сложно давалось, реально прям невообразимо сложно. Пойдем итог. Если вы смогли правильно ответить на 10 и более вопросов, но я два раза только ошибся. То вы точно можете считать себя образованием среднестатистического школьника. Еще раз кто-то 110 напишет, блядь. Выгоню из класса, нахуй. Я вам серьезно говорю, я человек такой, не из глупых. А что еще есть? Так, чеченцы отвечают на школьные вопросы. А я хочу, чтобы мне задавали, блядь. Тест на школьные знания. Вот еще какие-то. Я вот ликей принципиально, ребят, не включаю, потому что ликей я смотрел данным-давно. Так, админы всех банят. Блядь, на 7 сахуела. Мне даже модератор пишет. Все, поехали. Добрый день, друзья. Сука, такие картинки. Вы уже давно закончили школу и позабыли все, что... Было дело. Сходящий из вершины угла и делящий его пополам. А, это, который вот как раз-таки этот, Пифагор, да, вот эта хуйня? Биссектриса. Биссектриса, ребят. Я же сказал, биссектриса. Хуй ты мне, блядь. Биссектриса. Или Катя. Нет, биссектриса, ребят. Конечно же, это биссектриса. Опа, блядь. Идем дальше. Следующий вопрос по истории. Кто вступил на престол после Екатерины Второй? Петр же Первый, нет? Или после... Ну, Петр Первый? А, подожди, или Павел Первый? Подожди! Не, Николай Второй точно отплетаем, сразу говорю. Николай Второй, он уже почти последний был, да? Елизавету тоже отплетаем, потому что... Ну, короче, по-моему, Петр. Или Павел. Когда Екатерина у нас была великая? Блядь. Ну, короче, Павел Первый. Павел Первый, я бы серьезно говорю. Павел Первый был сыном императрицы Екатерины Второй... Вообще, я. Даня Первый. После его смерти в ноябре... Бля, называйте меня не Даня Кашина, а Даня Первый. Боже мой, блядь. Теперь вопрос по биологии. Какая клеточная органелла отвечает за производство белков? Сперм... Да я ебу, бля, какая клеточная органелла. Что такое органелла, блядь? Бля, звучит как ник. Ребят, вот у меня спрашивают, придумай мне ник. Органелла. Девчонки, забирайте органеллы. Бля, не знаю, вот, бля, вот просто, ну, на ходу скажу, блядь. Ну, Лизу Сома, пускай будет, я... Биология вообще не очень. Ну почти. Если вы не прогуливали уроки биологии, то наверняка... Я прогуливал, пиздец. У нас ученица по биологии такая злая была. Просто принципиально не хотелось приходить, очень стрёмно. Переходим к русскому языку. А вообще злая была. В каком слове пропущен мягкий знак? О, вот это мое. Блядь. Мякиш. Настяш. Блядь. Блядь. Могуч, наверное, могуч. Ну, могуч я ставлю. Или мякиш. Да похуй. Слово Настяш является наречием, имеющим конечный шипящий согласный. Поэтому оно пишется с мягким знаком. Ну, здесь проёб серьёзный. Не, по-русскому хорошо, но вот здесь что-то я проебался, я согласен. В этой группе слов есть исключение. А вот и вопрос по предмету, который многие считали несерьёзным. По астрономии. Какая планета... Блядь, да насрадненно. ...система самая маленькая. Да я ебу, блядь. Венера, по-моему. А, Меркурий же вроде, да, что-то там хотели... Что-то считали планеты, не считают потом. Это же Меркурий. Я ебу. Мне вообще вот этот космос насрать вообще. Я вообще даже фильмы про космос не смотрю. Пускай Меркурий будет. Меркурий является самой первой планетой... Да пошёл ты нахуй, заткнись. ...далее русская литература и совсем простой вопрос. Вот это по мне. Кто написал роман «Герой нашего времени»? Блядь. Причём я его читал, блядь, в школе. Ну, Лермонтов, скорее всего, да? Да? Ну, Лермонтов, по-моему. Ну, вряд ли Гоголь. Или Гоголь. Не, Гоголь не-не-не. Или да. Ну, короче, я Лермонтов выбираю, блядь. Конечно же, Михаил Юрьевич Лермонтов. Надеюсь, все ответили правильно и не заставили... Конечно, конечно, все. Давай к следующему. Конечно, все ответили правильно. Ими, нелюбимый предмет для... Боже мой, блядь. Ну, куда же нам без неё? И не говори. Так, вопрос. Что из этого списка является простым веществом? Ты. Ой, блядь. Простое вещество. Это значит, которое без осадок или чё, блядь? Я ебу, что ли? Я не помню. Аммиак, бронза, вода, озон. Блядь, чуваки. Ну, вода вряд ли это простое вещество. Бронза, железо, ну, блядь, как... Ну, как бы... Ну, пускай озон будет, озон. Потому что он же вылетает за атмосферу. Ну, я просто... Я реально не помню, чуваки. Я беру озон, потому что он в атмосферу выше всего улетает. Типа, скорее всего, он и есть простое вещество. Его же там... У нас что-то на 71%... Атмосфера состоит из озона, ребят. Простые вещества образованы атомами только одного вида. В данном случае правильный ответ – озон. Газон. Он состоит из трёх атомов кислорода. Да всё, заткни ебу, блядь. Географию любили многие. Что ж, давайте проверим, не забыли ли вы этот прекрасный... Не забыл, не забыл, всё, закрою, ебу. В какой стране находится знаменитый вулкан Везувий? Да я ебу, блядь. Вот по географии мне тоже сложно. Но в Испании нет вулканов. Нету гор или есть. Есть горы. Давай Ирландия, потому что в Ирландии там пиздец, там всё нахуй из горы этих вулканов. Но я бы Казань выбрал, да, вот в чате подсказывает. Саратов. Ну Ирландия, я думаю. Везувий является одним из трёх действующих вулканов Италии. Его последнее извержение произошло в 1944 году. Ебать. А вот ещё один, по мнению многих, бесполезный предмет. Мировая художественная культура. И, собственно, вопрос. Кто написал картину «Звёздная ночь»? Да, блядь, это самое простое нахуй. Это Рим Браунд. Ладно же, что Ван Гог, конечно. Это Ван Гог, блядь. Такие вещи знать нужно, ребят. Современное искусство. Начало. «Звёздная ночь» — это одна... Как в системе Си называется единица магнитной индукции. Да я ебу! Как в системе Си называется единица магнитной индукции. Блядь, что это? Блядь, что? Тесла. Тесла — это же катушка такая, да? Катушка Теслы, я знаю. Генри. Генри — это, короче, из этого, из... Из славных парней, короче, вот которые, помните, в мафию вступил в самом начале, Генри его звали. Вебер. Вебер и Максвелл — это мои друзья с детства. Да я, честно, не знаю. Просто на ходу скажу, ну Вебер какой, Вебер пускай будет. Блядь, я честно не знаю. Да, блядь, не затянуто ни разу. Давай, давай, решай. Правильный ответ — Тесла. Ты чё, почему? Сегодня это слово ассоциируется с маркой автомобиля. Какая автомобиль? Катушка Теслы, ты чё, мне на твой... Так звали великого физика и изобретателя. Реально? Вот и закончился наш тест. Давайте подведём итоги. Ну, короче, вы подвели итоги, ребят. Я вам ещё раз говорю, блядь. Ну, я говорю, вы смотрите просто очень образованного человека. Чё ещё есть? Школьные вопросы. Школьники отвечают вопросы перед ЕГЭ. Блондинки отвечают на вопросы школьные... Вот чё-то свеженькое. А нам будут задавать вопросы? Ну, вместе... Мы будем вместе с ними угадывать? Общие сложности мы снимали и готовили... Да мне похуй, если чё-то не обижайся, конечно. Ты, ну... Подрежем, не переживай. Я просто большая, так... Очень горжусь этим. Привет, Саня. Для лица Екатеринбурга, краса России. Бля, сать хочу! Далеко уходящего... Натуральная блондинка? Блондинка. Что, блядь? Как ты относишься к стереотипу про то, что все блонд... Здорово, здорово, спасибо.